здравствуйте друзья недавно в ходе работы над одним из проектов я столкнулся с задачей в рамках которой нужно было различать тип воздействия на умный выключатель я имею в виду физическое нажатие управление через автоматизацию и в интерфейсе это может быть полезным для решения ряда кейсов где должны быть различные действия автоматизации в зависимости от типа воздействия например вручную или по датчику движения штатного решения этой задачи в home assistant пока нет однако изучив профильное сообщество я нашел ответ на мой вопрос и хочу поделиться им с вами но сразу уточню что этот метод хотя уже неоднократно доказавший работоспособность все же является экспериментальным поэтому перед внедрением необходимо тщательно все проверить с вашими устройствами прошу всех кто еще этого не сделал подписываться на мой канал и ставить лайки этому видео тогда его сможет увидеть больше людей и так в чем суть есть некое устройство для примера возьмем switch это может быть реле розетка или выключатель последний кстати наиболее актуален переключение может осуществляться тремя способами физически нажатием на кнопку или клавишу самого устройства через интерфейс выводим его в одну из подходящих карточек и переключаем и при помощи автоматизации в данном случае при помощи кнопки input button но это может быть и датчик движения открытие время и так далее вот так выглядит автоматизация которую я использую для тестирования тут все просто по нажатию на кнопку которая является триггером осуществляется переключение состояния реле устройства которое является действием а вот для определения типа нажатия триггером должно быть изменение состояния того устройства на которое осуществляется воздействие и сейчас мы сделаем автоматизацию при помощи которой будем проводить анализ различий мне удалось выяснить что ключом к решению этой задачи являются специальные параметры которые передаются вместе с изменением состояния триггерного устройства называются они trigger to стоит контекст их довольно много но нам достаточно двух parent id и user id вот так выглядит моя аналитическая автоматизация триггером которой является изменение состояния контрольного устройства по его срабатыванию запускается сервис системных уведомлений выводящий значение этих параметров еще одно важное уточнение нас будет интересовать только сам факт того что эти значения существуют что там них будет уже не важно давайте посмотрим как это работает переключаю реле вручную автоматизация выводит системное уведомление видим что при таком типе воздействия значение обоих параметров не существуют теперь через интерфейс новое уведомление и в данном случае появился параметр user id и автоматизация в этом случае наоборот есть параметр parent id а user id пустой то есть для каждого типа воздействия у нас своя комбинация значений parent id и user id по которым мы их и можем определить как этим можно пользоваться вот пример trigger based шаблонного сенсора который аналогично автоматизации отслеживает изменение статуса контрольного устройства первый шаблон сработает в том случае если значение parent id known а user id любое не равное но он само значение нас не интересует это как мы только что выяснили означает переключение через интерфейс если не сработал первый шаблон проверяется второй тут уже parent id должен получить какое-то значение а user id быть пустым и если оба параметра пусты то сработает третий шаблон который определяет физическое нажатие посмотрим как это работает в зависимости от типа воздействия сенсор принимает соответствующее значение моем случае нашлась одна особенность если сразу после переключения автоматизации или через интерфейс нажать на кнопку то определиться не физическое нажатие а то что было перед этим нужно подождать примерно секунд десять и тогда придет уже правильное значение конечно это можно использовать и без сенсора прямо в автоматизации например для определения того каким образом был включен свет я для наглядности тут тоже применил системное уведомление но на практике тут можно задать свои специфические условия в зависимости от типа воздействия на выключатель продолжая пример с освещением по сработке датчика движения то есть при включении через автоматизацию можно задать короткий период автоматического отключения при отсутствии движения а при ручном нажатии можно задать длительный период автоматического отключения такой кейс будет применим например сан узлах куда можно зайти просто помыть руки или засесть надолго в малоподвижном виде посмотрим как работает автоматизация вместо системных уведомлений нужно ставить соответствующий типу нажатия действия на самом деле кроме трех упомянутых типов воздействий можно вспомнить про управление через базовое приложение это будет актуально для вай фай устройств которые работают параллельно и в хоум ассистент и в mihomi lituya smart существует устройство с внутренним таймером память состояния после восстановления питания и так далее так что еще достаточно направлений для изучения этой темы и надеюсь что отправная точка заданная в этом видео поможет в этом как всегда текстовый файл с кодом показанным видео доступен по ссылке в описании на этом все надеюсь видео было вам полезно и интересно буду благодарен за ваши лайки если вы еще не подписались на мой канал можно сделать это прямо сейчас если вам нравятся мои видео поддержите мой канал ставь его спонсором кроме этого есть и другие способы разово и периодической материальной помощи ссылку вы найдете в описании также я веду и telegram канал в котором публикую полезную информацию опросы и ссылки на устройство умного дома буду рад если вы присоединитесь к нему в описании под видео вы найдете полезные ссылки на все устройства показанные в обзоре на интересные ресурсы а также на те видео которые либо упоминаются либо пересекаются с темой этого до новых встреч всем мира